ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ ПОИСК Поисковая экспедиция в Лаймале действует ежегодно, с 2009 года. За это время поисковиками было найдено несколько тысяч безымянных могил, незахороненных останков бойцов и командиров Красной Армии. Работать было опасно, кругом не разорвавшиеся мины и снаряды. Бойцы клуба отчаялись найти останки павших советских солдат. Сто километров по болотистой местности уже были пройдены. Порой поисковики проваливались в трясине по грудь. Вот первого бойца мы своего нашли, когда нам удалось обнаружить котелок. Рядом с котелком была ложка под мхом, под слоем мха. И, значит, скорее всего здесь должен был быть боец. И когда стали делать раскоп, искать, то Валере удалось обнаружить шинель полузгнившую, но немножко в стороне. Потом нам удалось обнаружить ботинки. Они звенели, то есть металлические колечки проневаются. И в ботинках, когда стали их обследовать, то нашли фаланги пальцев. То есть кости есть, значит, точно уже здесь боец есть. И мы работали, когда обнаружили первые останки бойца, они были на дереве. Для нас был это шок, конечно, потому что когда дерево вырастает, как правило, обычно из черепа человека. Так говорят поисковики. У меня вот как вот током пронзило, вот от головы прям до пят, прям вообще как пронзило током. Это был, потому что наш первый боец, которого мы нашли. Явно не будем накапывать. Вот она. Тут может сустав, вот, может сустав, тут он лежит в продолжении. Вот смотри, тоже вот. Тоже плотно, да. Вот это, кстати, плотные ткани, но мы не будем их брать, раз у нас останки идут. А вот тут, смотрите, вот сустав пошел сюда. Мы работали данным бойцом два дня, ну полтора дня. То есть этот день, да, раскоп очень был большой по диаметру, 7 метров только диаметр был в разные стороны. Почему? Потому что останки были далеко расположены друг от друга, в разных частях. Участнику поисковой экспедиции Валерию Власову удалось установить, что найденные останки принадлежат бойцу советской армии. Потихоньку ножами вокруг костей, потом я заметил пуговицы, достали, начали пуговицы чистить. Потом заметили, что на пуговицах есть звезда наша. Вот тогда у нас появилась радость. Всего за время работы поискового отряда наши ребята обнаружили останки пяти солдат. Троих подняли самостоятельно. По данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, только военнослужащих погибло на Карельском фронте более 150 тысяч, из которых более половины числятся пропавшими без вести или без определенного места захоронения. По экспертным же оценкам, безвозвратные потери частей и соединений Карельского фронта могут составлять до 250 тысяч человек. Скалы, непроходимые болота, студенные озера и быстрые реки, дурная погода летом и крепкие морозы зимой, и, как следствие, бездорожье и малонаселенность. Поэтому на Карельском фронте для обеспечения войск использовались олени и собачьи упряжки. За три с половиной года, не проводя громких в масштабах других фронтов сражений, фронт потерял до 250 тысяч солдат и офицеров. Это больше, чем боевая численность всего фронта к лету 1944 года. Немецкая армия стремилась захватить Кольский полуостров и Советскую Карелию. В августе-сентябре 1941 года войска фронта остановили врага, предпринимавшего попытки завладения Заполярьем, и вынудили его перейти к обороне. Карельский фронт – единственный, где противник так и не сумел перейти государственную границу СССР. Кроме того, это был самый протяженный фронт, войска которого располагались на расстоянии более полутора тысяч километров. Поэтому и зона поисков была большой. Кроме останков солдат, в болотистом слое находятся тысячи военных предметов. От личных вещей воинов до осколков и неразорвавшихся снарядов. Да, вот то, что мины были, гранаты были неразорвавшиеся, конечно, было страшновато, что вдруг там вот нервешься на них. Рядом с останками солдат, естественно, это были личные вещи, которые мы сразу же, согласно инструкции, как положено, сразу они сдаются. Но когда первые обнаруживаешь вещи, я сам стараюсь очень пристально взглядеться и отыскать надпись заветное, либо имя, либо инициалы, чтобы за что-то зацепиться, и чтобы понять, что это неизвестный солдат. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали железные люди. Лагерь 400 волонтеров располагался на местности в 5 километров. Отсюда ребята уходили на поиск в разных направлениях. За 18 дней им удалось обнаружить останки 75 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их торжественно захоронили. Участники военно-патриотического клуба «Поиск» привезли с собой часть найденных предметов – гильзы, каску, лопату, подкову, осколок 120-мм артиллерийского снаряда. Все экспонаты будут храниться в школьном музее. Пусть о тебе и обо мне Иные лишь пожмут плечами, Что, дескать, проку в той войне, С какой бы радостью печали Тревожить прошлое теперь, Когда своих забот хватает, Да только боль был их потерь, Да только боль был их потерь, Сквозь годы в сердце прорастают. Веч не о лаврах и цветах, И не о пригоршнях салюта, А тех, кто сгинув на фронтах, Лишен последнего приюта. Едва ли наша в том вина, Ответ присущий посторонним. Нет, не окончена война, Нет, не окончена война, Пока солдат не похоронен. И если память под ружьем Судьбу в обозе не пристроишь, И нам в смертельный медальон, Дороже всяческих сокровищ, Вдруг расшифрованной строкой, Души нет лента и с боянием, Низи ей, Господи, покой, Низи ей, Господи, покой, Наш поезд, наше покаяние, Он для тебя и для меня Стал чередою рукопашным Мы вновь на линии огня Во имя безвести пропавшим, Во имя нынешних живых, Во имя всех идущих следом Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Субтитры создавал DimaTorzok